добрый день суток это видео будет как продолжение видео того как мы изготавливали наш вот этот самодельный кабель диагностический для амаха как мы поставили здесь все соединили вот вот сейчас у нас ноутбук берем с собой на пирс кабель идем первый раз пробовать подключать эту систему на катер подключим пока пока к сороковочке ямахи вот компакт диск у меня здесь стоит но насколько это я понял программа уже установлена здесь вот такой значочек появился ямаха это программа ямаха не знаю нужен не нужен мне просто и в компьютере ну вот смотрите продолжение что у меня получилось первый раз просто торопяк на работе много дел вот я вижу смысле работаю вот помимо диагностика сейчас не так срочно у нас вопрос стоит посмотрите продолжение сейчас я буду подключать на пирсик катеру этот первый раз все вот подключен к сороковке вот подключил все сейчас вот как делаю не знаю компакт диск должен стоять или нет по ходу нет потому что это он ни к чему прошу прощения за качество видео но просто я не умею с экрана снимать компьютера снимаю вот на планшет вот у нас внизу здесь вот красным пингаритом где мышки если вы видите нажимаем эту штуку у нас запускается программа диагностики ямаха вот вышло у нас меню вот такое вот сначала я не мог понять что здесь к чему хотя инструкции на русском есть как обычно мы бы умели на английском было бы все замечательно вот нажимаем вот эту верхнюю я по крайней мере так пробовал по всякому что-то ничего не понятно ошибки какие-то дают но вот на верхнюю нажал интер или клопкой интер вот выходит такое предупреждение я подумал что что-то не так пока так смотрел инструкцию подождал немножко и у меня программа подключилась к двигателю сейчас даже перематывать не буду подождем должно само переключиться короче что-то я нажимал разные кнопки интер по моему нажать надо написано может быть любую кнопку вот внизу здесь написано при санкей вот я нажал в принципе ждем короче должно включиться короче главное меню то есть проходит связь между компьютер и двигателем по крайней мере я сейчас только что пробовал пока первый раз было так нажимал всякие кнопки он включился экран давайте еще раз все это может нажимался блять вот я правильно это я нажал и тут и интер нажал и этот включил у меня этот экран загорелся вот нажимаю скантом стол вот у меня выходит главное меню такие поддерживаются функции на этой сороковке какие не поддерживаются мониторинг этот диагностик почему-то не поддерживается но здесь не светится диагностика дальше сейчас буду дальше разбираться вот мы завели двигатель двигатель напомню у нас сороковочка инжекторная 50-60 у них с переднего лица подстегивается а на сороковке сбоку вот там вот вот завели двигатель у нас здесь теперь появилась диагностика загорелась давайте посмотрим нажмем что будет если нажмем на диагностику пока ничего не будет не знаю что он хочет рекорд вот что-то пишет окей давайте окей нажмем ага вот диагностика у нас пошло окно диагностики так диагностика рекорд два диагностика один диагностика рекорд сейчас поставлю на паузу посмотрю что это такое в инструкции не хочу все подряд нажимать пока что хотя уже более-менее какой-то прогресс ну не особо все понятно пока первый раз там много читать надо конечно сказать надо было прочитать потом показывать но время так особо потом будет свободное время тепло когда будет возможность тепло вот ставим нажимаем просто диагностик кто-то уже на рыбалку с охоты поехал на охота рано еще а вот рыбалка пошла так включаем диагностику нажимаем диагностику нормал нормал по параметрам короче список большой смотри какой большой список все нормально сейчас волны пройдут качает спирс о офф офф все нормал короче везде был бы неисправность он бы дал код ошибки короче и по списку смотри сколько код ошибки по списку если было бы неисправность насколько я понял здесь была бы ошибка и он бы выдал нам ошибку вот диагностик рекорд нажмем вот у нас что он выдал на диагностик рекорд на этот двигатель это такое честно говоря не очень понял сейчас посмотрим здесь немножко по-другому на картинке вот которые здесь в инструкции у меня немножко что-то не так особо я пока понял почему по-другому может быть двигатель такой так сейчас сравню сравню что здесь написано ничего а коды вот 15 28 49 вот смотри по всей видимости надо смотреть в инструкции что это такое в общем разбираться надо с инструкцией я не могу вам дать полный курс видео инструкции просто как сделать это все идет продолжение к теме как сделать самому кабель диагностики где взять вот где можно найти все это собрать как самому как видите кабель самодельный работает вот это есть монитор давайте попробуем нажать ага вот а вот и кускарактеристики смотри движка вот бегать на циферке работает у нас двигатель здесь много этих параметров он по всех выдает двигатель в данный момент работает двигатель выдает все параметры температура вот а температуру думаю что такая высокая фаренгейты потому что цельсия 58 двигателя температура это что там забортные наверное температура 11 градусов по фаренгейтам она 52 в общем все данные вот там надо смотреть сравнивать как здесь по инструкции все это вы сравнивать вот у нас данные двигателя в данный момент работает работает двигатель выдает данные а вот у нас опять вернулись к первому меню в общем вам надо подключили когда замок зажигания у нас он что-то не особо так показывал все вот мы нажали вот на эту вот у нас открылась меню полное меню программы первый пункт у нас диагностик вот это показывает если здесь диагностика прошла двигатель если здесь что-то было бы неисправно насколько я понял вышло до сообщения о неисправности так сравнивать с инструкцией второй пункт у нас диагностик рекорд вот выдал он ошибки которые записанные двигатели параметры записанные параметры ошибок двигателя уже которые были ошибки вот я так понял их можно сбрасывать надо читать инструкцию вот здесь у нас 15 28 49 ну и здесь какие-то параметры вот так третий пункт у нас энгл монитор вот мы его нажали это у нас показывает в данный момент все характеристики двигателя двигатель заглох не знаю почему топливо наверное кончилось параметры все равно продолжает бегать почему они продолжают у нас бегать я думаю что двигатель сейчас я ничего не делал сейчас проверим я там может быть не навредил ли я что-нибудь двигатель не заводится сейчас проверим что это такое может быть топливо вообще бака нет а на нем бака нет а то я испугался что мы что-нибудь двигатель устроили навредили двигателя нет ничего мы не навредили вот там вышло на экран вышло такое сообщение что ой двигатель заглох дальнейшей диагностика невозможно я так понял ну ладно в общем вот так вот самодельный кабель это продолжение видео про самодельный кабель вот так вот подключаете компьютер гнездо вот когда мы подключили ставим драйвера на наш ккл вага кабель но вот это автомобильный он драйвера вы поставили на него то в комплекте я был на алиэкспресс заказа там был драйвер есть маленький драйверами я их поставил вот смотрим допустим но сейчас мы выйдем с программы выходим из программы я покажу как у меня выглядит он вот просит отключаемся да отключаемся вышли мы из программы вот как я сделал себе вот мой компьютер на windows 7 так свойства системы диспетчер устройств теперь вот у нас порты том порты вот так выглядит у меня камера не передает вот так то у меня написано задел рукой экран на планшете вырубился вот так то у меня написано вот USB сериал N340 вот и ком 1 я вот на форуме моторка помогли на моторке помогли мне там сразу ну там есть в описании про эту программу как работать с ней описание на форуме на моторке вот там сразу человек объяснил что надо обязательно ком порт теперь как поставить вы поставили драйвера у меня был ком порт 13 заходим сюда заходим в свойства этого порта который у нас сейчас ком 1 у меня стоит вот вот открывается его свойства параметры порта здесь открываем дополнительно а здесь вот вот открылась у нас номер ком порта и мы выбираем вот у меня допустим стоял 13 когда я только поставил подключил я перемотал на первый и установил себе первый ком порт здесь ну в принципе я ничего не трогал вот эти вот там если вот написано если чтобы устранить ошибки попробуйте уменьшить значение вот передачи данных значения вот я ничего не трогал просто подтверждаем поставим ком 1 порт подтверждаем окей и здесь ставим окей все и у нас кабель перешел внизу куда я подключил кабель перешел ком 1 так работает все нормально просто вы видите двигатель закончился у него топливо заглох вот у меня большой вариант вот такой катера спустили только на воду они еще какие-то без аккумуляторов какие-то без баков выбор как видите у меня есть это все это база фортуны я работаю здесь мы будем так время от времени пробовать проводить диагностику ну вот вывод такой если вы сделаете кабель из автомобильного переделаете найдете штекер гнезда как у меня в первом предыдущем видео когда я собирал этот кабель если вы так все сделаете себе сможете подключиться и привести диагностику инструкцию на русском языке вот я мне помогли на форме на моторке без нее конечно вообще только надо хорошо владеть английским форм на моторке мне помог еще раз повторюсь ну вот так вот собирайте кабель если вам это есть у вас желание проверить свой двигатель или вы перед покупкой двигателя хотите купить двигатель вам предлагают неизвестно что за двигатель вы можете быстренько себе собрать скажем так мне обошлось все это хозяйство диагностика Ямах целиком полностью обошлось 320 рублей это стоимость на алиэкспресс комп кабеля вот этого ккл кабеля это помогли на форме моторка штекер который подключен к двигателю можно фишками простыми мамами сделать но это каждый раз тыкаться искать можно ошибиться плюс-минус там у порта вот так три фишки две вот так стоят одна одна сверху вверх в которой провод замкнутый на заглушке заглушка там где заглушка там стоит заглушка на заглушке два контакта между собой закороченные вот которые одиночный контакт допустим закороченные Я сейчас точно не помню, но там увидите Заглушка Те, которые закороченные Одиночный кабель, который штекер, он минус А который второй, заглушенный проводом Это К-линия Ну, соответственно, третий, который Не заглушенный, там заглушка простая Резиновая стоит, там не выходит проводочек Это плюс То есть Ну, если так, тык с этими Только надо уточнить, посмотрите Провода вот эти, которые на заглушке сделаны Родные А не закороченные Два штекерового заглушки Закороченные Это сделано для того, чтобы Когда вы воткнете Туда заглушку Двигатель перешел в режим записи Когда вы вытащите Он переходит двигатель в режим чтения Чтобы вы могли диагностировать Ну, для этого там вот так закороченное Это все сделано Ну, извиняюсь, немножко затянутый, но я очень доволен Очень рад, что у меня все получилось Буду пробовать на других движках Вот у нас есть варианты Буду пробовать на других движках Своим Здесь со своими Кто меня попросит Подумает, что там сдвигнут Что-то не так Или что Будем проявлять, диагностировать Может быть база будет у нас приобретать двигатели бэушные Будем проверять их этой диагностикой Всем спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok